Для установки виниров существует множество показаний. В основном это нарушение одного или нескольких параметров зуба, таких как цвет, форма и положение зубов. Изменение цвета — это может быть врожденная желтизна зубов, это может быть изменение цвета вследствие применения лекарственных препаратов, антибиотиков, это может быть травма зуба и другие какие-то изменения цвета. Все это можно исправить с помощью виниров. Изменение формы — это опять же врожденные изменения формы зубов, такие как зубы Гетчинсона, зубы Форнье, какие-то неровности на зубах — это все тоже можно исправить с помощью виниров и опять же не только ограничиваться исправлением формы, а сделать это и светлее и красивее, учитывать все пожелания пациента. Ну и конечно же положение зубов. Какие-то ортодонтические моменты не всегда дают нам положительный результат, прям идеальный. Можно довести ортодонтическое лечение до идеальной улыбки с помощью виниров. И есть еще такой момент, как большие промежутки между зубов, диастемы, тремы — это тоже можно с легкостью решить эту ситуацию с помощью виниров, исправить форму, увеличить эти зубки подлиннее, чтобы было видно эстетично, что у человека красивая улыбка. Таким образом виниры мешают массу проблем с эстетикой, повышая уверенность в себе и качество жизни любого человека. Противопоказаниями к винирам можно отнести в основном к ситуации, когда винир уже не решит проблему с точки зрения функции, нужна коронка. То есть сильно разрушенные зубы — это уже не про виниры. Когда отсутствуют боковые зубы или неправильный прикус — это тоже можно отнести к противопоказаниям. Но эти ситуации, они легко решаются с помощью других инструментов в ортопедической стоматологии. Благодаря имплантации, благодаря, опять же, ортодонтическому лечению можно подготовить любую ситуацию к тому, чтобы оставить виниры, и человек будет улыбаться, человек будет счастлив.